Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Кэтс. Сегодня мы будем выполнять мега крутой челлендж, суть которого заключается в том, что мы должны построить танк спиннер. То есть сейчас очень популярны спиннеры и один из подписчиков мне написал в личке в группе построить танк спиннер. Как вы поняли, то что больше всего на спиннер из корпусов похоже проныра, если она будет крутиться, и вот прям идеально просто похоже больше всего все-таки пирамида. То есть сегодня из пирамиды мы будем строить танк спиннер, и мне нужно будет победить, получается, минимум три победы сделать подряд. То есть я не должен никого пропускать, я должен сделать три победы вот этим вот танком спиннером. На самом деле я посмотрел на свои, получается, такие прикольные корпуса, и вот я так понял то, что мне недавно, по-моему, выпадала золотая пирамида, если я не ошибаюсь, у которой два крепления для нитро. И тогда она будет просто реальным спиннером, который будет реально жестко крутиться от того, что там стоит два нитро, и получится мега очень прикольно на самом деле. Так что давайте мы быстренько перемотаем до вот этих вот моих пирамид и посмотрим. Да, вот как раз-таки эта пирамида, она очень замечательная даже, и, пожалуй, мы, наверное, возьмем два каких-нибудь маленьких колеса, я хотя не знаю, как она себя будет вести, если честно. Ну, давайте посмотрим. Так, у меня тут ничего нет такого крутого. Ах, ты ж, у меня энергии-то не так много, так что мне не надо нитро-то подешевше брать. Получается, вот такие вот возьмем. И у меня шесть энергий остается для оружия. Какое у меня оружие-то есть на шесть энергии? Циркулярок у меня вообще нет. Давайте-ка мы один ящик откроем прямо на видео и посмотрим, может что-нибудь выпадет классное. Циркулярка, например, какая-нибудь. Так, реверс выпал, классика, пила, дрель, но не циркулярка. Офигенно. Придется нам, походу, брать какое-то другое оружие и, скорее всего, это будут близнецы. Хотя, где они у меня? Я что-то их потерял в начале. Ага, вот. Тут нужно, получается, мне еще свободных девять энергии. Но давайте-ка посмотрим. У меня же в корпусах... Блин, тут корпуса долго листать, так что давайте попробуем, короче, взять какое-нибудь другое оружие. Вот, например, вот это. Ага, у меня как раз-таки хватает. Отличные близнецы, кстати. Повезло. Близнецы у нас есть. Теперь мы должны себе найти, получается, такие легкие колеса, которые будут спокойно переворачивать... Ну, с помощью нитро спокойно будет переворачиваться наш корпус. Возьмем какие-нибудь более-менее такие легкие колесики. Скорее всего, это будут именно ролики. Возьмем два ролика, и тогда будет просто идеальный спиннер, который будет просто всех убивать по-жесткому. Ну, хотя бы посмотрим, как себя эта тачка в бою вообще будет вести. Я просто еще даже сам не смотрел. На самом деле, было бы круче, если бы у этого танка было бы два, получается, слота для аксессуаров именно снизу. И тогда бы у нас нитро именно вперед так нас тянуло, и тогда бы можно было вообще спокойненько противников выигрывать. Ну, да ладно. Так, у нас что, для пирамиды тут, что ли? А, нет, для кометы и для пирамиды. Неплохо. Ну, все, в общем-то, наш спиннер готов. Теперь посмотрим, что он представляет из себя в бою. Вот наш первый противник. У него... Ух ты ж. Мне кажется, этот челлендж будет достаточно тяжелый. Ну, я только что сбил серию с 25 побед, но на самом деле это не так много, так что это не важно. Но тут мне нужно как-нибудь так придумать, чтобы я именно переворачивался и выигрывал за счет чего-нибудь другого, а не, получается, за счет атаки. Потому что за счет атаки у меня явно выиграть не получится. Блин, вот сейчас было бы отлично, потому что он бы сейчас на меня заехал, и каким-нибудь образом, может быть, у нас бы получилось выиграть. Так, колеса нам точно не подходят, так что мы выберем что-нибудь другое. Так, вот это вот колесо возьмем, потому что у нас тут плюс 100 к пирамиде, и, пожалуй, я возьму вот это вот колесо. И тогда у нас вообще будет жесткая тачка, но мне нужно помощнее колесико, которое будет, ну, получше прибавлять хп. Ну, давайте посмотрим, сейчас что. Ой, сейчас вообще что-то не очень работает. Не-не, сейчас вот эти колеса, это вообще полный отстой. Так что мы, пожалуй, выходим и собираем какие-нибудь другие колеса. Итак, ребята, давайте выберем другие колеса. В общем-то, какие-нибудь супер-классные, чтобы она покруче переворачивалась, эта пирамида, потому что у нее реально тупо получается переворачиваться. И вообще, вот с этими колесами она как будто бы даже не переворачивалась, а тут вообще как будто бы нитро и реверс одновременно стояли, то есть она даже вперед не летит ни капли. Так что нужно поискать. Я, наверное, возьму сейчас два маленьких липких ролика, и вот тогда, может быть, уже что-нибудь прикольное получится. Потому что что-то вот с этими громадными колесами вообще не очень. А потом вообще попробуем, получается, без этого, без колес. Вот это можем выиграть, чувака? Ох ты ж, классно-классно-классно-классно-классно-классно. Сейчас он на меня заедет, и тогда вообще будет отлично. Все, отлично, одного противника мы выиграли, получается. О, вообще супер. Наш спиннер работает. Классные у него колеса такие еще. Ну, реально, на спиннер очень жестко похожа эта пирамида. Мне тут еще сундучок дали. Так, вот этого парня, блин, мы не сможем выиграть, на самом деле. Ну, мне кажется, то, что этот челлендж как бы я выполнить точно не смогу, потому что, ну, три победы подряд у меня слишком слабая для этого, получается, пирамида. Ой, вот эта вот, ракетница-близнецы. Вот слишком слабая у меня для этого. Но несколько боев все-таки победить мы точно сможем. Так, у этого тоже, блин, к сожалению, дурацкие близнецы, которые меня спокойненько вынесут. Так что надо смотреть что-нибудь другое. Здесь вот лазер, если перелетим, то можно выиграть. Отлично, мы этого парня тоже выигрываем. Но у него тоже, смотрите-ка, два крутых колеса. Он меня может затолкать, но благодаря его ковшику у него не получится. Мы застрянем вместе и будем крутиться как два дурачка. Вот. Дальше одного победили. Нужны... О! Помощь от спонсоров. Здравствуйте. Дайте мне какие-нибудь классные, пожалуйста, вещички. Дали новый ролик. Спасибо. Ну все, тогда можно сейчас новый ролик поставить и уже циркулярку. Если... А, блин, она, скорее всего, слишком много занимает энергии. Не, не подойдет, наверное, циркулярка, да? Да, восемь. Тут уж на полный этот. Не, у меня точно не хватит, так что давайте только ролик поставим. А, нет, у меня же не ролики. Ух, я совсем забыл. У меня же липкие шкивы. Я что-то тупанул. Ух ты ж. Блин, а вот с этим парнем было бы классно сразиться. Но что-то, блин, у него циркулярка. Короче, против меня самое тупое, что может попасться, это циркулярка и близнецы. Ну вот у этого парня тоже близнецы, блин. Ну, может быть, он сейчас назад поедет и на меня заедет, и они не будут меня доставать. Ах ты, он меня с тремя колесами перед это вот перекатывает. Как это назвать? Точнее, он, короче, мощнее нас. Он просто катится по-классному. Так, здесь у нас нет близнецов, и можно попробовать выиграть. Блин, ну мы тупо перевернулись. Это фигово. Хотя нет, это отлично. Мы перевернулись, и как раз благодаря этому он на нас заехал. Ух, сколько ракет стреляет, но ни одна ни в кого не попадает аж. Звуки такие жесткие. Окей, смотрим дальше. Здесь у нас... О, нет, блин, с этим парнем мы, наверное, не справимся. Все-таки три победы подряд, мне кажется, невозможно этой тачкой сделать. Ну, конечно же, возможно, если бы у меня были какие-нибудь вещи помощнее. Тогда бы я, наверное, таки смог. Если бы у меня прям идеально такая тачка была, я обычно бы ей играл, и у меня бы прям все под нее подходило. Но если учитывать то, что у меня под нее ничего не подходит, у меня что-то не очень как-то все с ней, тогда, мне кажется, у меня все-таки не получится. Интересно, этого парня успеем мемочкануть? Блин, ну совсем чуток. Ты не мог что ли меня послабее немного ударить в последний раз? Блин, а? Ладно, не повезло. Ну, этого мы, наверное, ну, сразу проиграем ему по-быстрому и новый бой начнем. С ним мы точно не справимся. У него металлический корпус еще, капец, такой слабый. Так, 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 быстрый бой. Вот с этим можно попробовать. Ой, блин, как же он неудобно перевернулся. Ой, надеюсь, сейчас эти стенки не откроются до того момента, пока я к ним подъеду. Отлично. Все, одна победа у нас есть. Сейчас последний раз пробуем, если, короче, три раза подряд не получается, то, наверное, придется пропускать, потому что по-другому это челлендж невозможно выполнить. Так, вот с этим парнем. Луноход. Ух ты. Все, отлично. Стой, стой ровно, стой ровно. Так, две победы подряд у нас уже есть. Отлично. Это, кстати, бот Рики Вителло. Я его часто очень встречаю. Это бот, скорее всего. Это, скорее всего, бот. И последний. О, блин, дурацкая циркулярка. Факин щит. Не, не сможем. О, подождите-ка. Ух ты ж. Ну, блин, он все-таки... Не знаю, мы все-таки быстрее, скорее всего, до стенки дотронемся, да. Ну, все-таки практически у нас третья победа есть. Очень жестко вот в этом бою повезло. Если бы немного вперед мы, конечно, его протолкали, было бы гораздо лучше. Но две победы подряд у нас есть. Это пока что рекорд. И, на самом деле, он такой неплохой, учитывая то, что у нас вообще очень слабая все-таки ракетница, вот эти вот близнецы. Попробуем с этим, что получится. Скорее всего, ничего, потому что тут, ну, понятно, что мы уже проиграли. Циркулярка эта дурацкая. Ладно, что тут у нас? А вот этого, если перелетим, будет классно. А, хотя нифига не перелетим. Не, ну все, здесь мы проиграли. Он нас так жестко еще... На нас так жестко залетел, смешно. Ладно. Такой громадный титан и на такую маленькую все-таки пирамидку. Так, а вот с этим интересно уже будет. Хотя, сейчас, если он на нас не заедет, то мы проиграли. Все, он на нас заехал. Ой-ой-ой. Эй! Серьезно? Блин, вот схитрил-то как. А, нет, смотрите-ка. Блин, это что за смешной бой был? Туда-сюда что-то мы с ним поездили. Это все благодаря его ковшику, на самом деле. Так, дальше у нас что? Тут у нас, если мы, конечно, бы залетели классно на него, то бы победили. Но не повезло. Не повезло, потому что залететь не получилось. Прям уперлись, получается, в его, ну, начальный корпус, или как это назвать. Так, а вот с этим парнем достаточно хорошо. Урон мне не наносится, ему наносится. Но сейчас мне будет наноситься. Но я надеюсь, его затолкаю. Отлично. Одна победа есть, хорошо. Сейчас еще нужно вторую и третью. Подряд, конечно же. Блин. Блин. Ну, нет, это уж не честно. Тут против нас жесткий чувак. Мы сразу выходим, потому что он нас сейчас завалит. Тяжело выполнить челлендж, потому что тачка слабая. Так бы вообще спокойно выполнили. Вот с этим... Ой-ой-ой, что это было? Капец, блин. Вот если бы как-нибудь по-другому случилось, то бы мы этого парня выиграли. Но сейчас, блин, мы очень медленно двигаемся и, скорее всего, мы проиграем. Да. Блин, ну классно так-то вверх поднялись. Вообще прикольно было. Все-таки два нитра всегда такие смешные моменты делают, если честно. Вот если еще стоять на каких-нибудь валунов там. Ну, больше, конечно, прикольнее смотрится с пронырами тоже. Ну, это на самом деле реально классно. Как будто просто в тачку камень какой-то кинули. И очень смешно так выглядит это. Блин, ну все. Здесь мы тоже проиграли. Мощный чувак. Ну, тут реально у чуваков уж мощные такие машинки прям для чемпионата. А у меня тачка, ну, для челленджа, что. Ух ты. Давай. Блин. Ну, немножко. Было бы классно, если бы я, конечно, на нем застрял и потом в итоге еще выиграл. Но что-то не повезло. Ладно, дальше смотрим. Здесь близнецы. И, скорее всего, мы этого парня не сможем выиграть. Если бы он как-нибудь перевернулся, конечно, было бы замечательно. Но нет, он не перевернется никак. Потому что вообще очень сильно к полу приближен. Ой-ой-ой. Капец, я уже думал, я перелечу. Трамплином для меня была эта проныра. Но все равно не победили. Пока что рекорд две победы подряд. Этому парню тоже проиграем. У него дурацкие эти близнецы, которые я тоже сам использую. Но если, конечно, против меня близнецы, это на самом деле очень тупо. О, вот с этим парнем можно попробовать. Блин, вот только если бы я не перевернулся. Хотя, мне кажется, мое одно колесо справится, получается, с этими двумя громадными колесами обычными. Просто липкие колеса, они намного лучше соприкасаются с землей. У них как бы... Ну, они лучше соприкасаются. Они могут даже, получается, на корпуса заезжать. И они очень классно толкают. Блин, ну почему сейчас попались близнецы, а? Вот было бы классно, если бы они попались близнецы. Ну, там точно тысяч урона где-то. Ну, поднимись, поднимись. Давай, давай. Отлично. Две победы подряд. Пока что хорошо все идет. Вот если сейчас нам попадется какой-нибудь бот легкий, вот тогда мы точно красавцы и победили. Ух ты, подождите-ка. О, все, отлично. Я уже хотел пропускать противников пытаться, но тут у нас все слишком гладко сложилось, и мы победили. Получается, три победы подряд получилось. Вообще офигенно. Все, челлендж выполнен. Вообще офигенский. Сейчас попробуем перевыполнить. Ну, думаю, то ж мне не повезет. Ну, да, как я и думал, здесь у нас получается пирамида с... Хотя, если сейчас она на нас заедет, то можно выполнить. Ну, давай немножко, 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 немножко. О, четыре победы подряд. Капец, мы сейчас звездочку сможем выполнить. Ой, получить не звездочку, а коронку. И сейчас еще одну победу сделаем. А, нет, тут уже циркулярка и сразу близнецы. Здесь уже вряд ли у нас что-то получится. Ну, да ладно, все равно мы сделали реально очень многое. Мы челлендж очень сильно перевыполнили. Получается, на одну победу. Ну, если бы этого еще победили, на две бы было. Вообще бы классно было. Ну, не повезло немного в конце. Но, на самом деле, челлендж мы перевыполнили. Этот, блин, драндулет спиннер. Это вообще самая прикольная идея, которую я встречал. Но она реально классная очень. И догадаться до этого было достаточно тяжело. Ну, она мне понравилась. Так что, если вам тоже понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Всем огромное спасибо. Удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok